Двое молодых музыкантов из Японии выступили в Сахалинском колледже искусств. Юные исполнители несколько лет стажируются в Московской консерватории. Там они познакомились с нынешним генконсулом страны восходящего солнца на Сахалине. Камерный концерт фортепианной музыки именно его идея. Знакомьтесь, Хиро Сато и Сачика Это. Японских гостей можно смело назвать немного русскими музыкантами. Последние годы ребята стажируются при Московской консерватории, поэтому в программе камерного концерта Рахманинов и Прокофьев. История этой поездки тоже началась в Москве благодаря нынешнему генконсулу Японии в Южно-Сахалинске и его страсти к фортепианной музыке. Рюйчи Хиро и сам выступил за роялем. В субботу-воскресенье есть достаточно время. И я... Да, тогда я начал играть на фортепиану там, в Москве, пять лет назад. Увлечение выходного дня переросло во множество знакомств в Московской консерватории. И дипломат, заступая на службу в Южно-Сахалинске, решил привести свою страсть с собой. Одна из идей – показать людям на собственном примере, что можно взяться за хобби, о котором мечтал уже давно в любом возрасте. Другая мысль – показать богатство современной культуры Японии, где фортепианная музыка стоит далеко не на последнем месте. Знакомые консулы, молодые японские музыканты, с радостью откликнулись. Конечно, после такого длинного перелета из Москвы очень хочется спать. И, увы, я не скажу, что мы сыграли идеально, но выложились по полной. И публика нас принимает очень благосклонно. Этот концерт можно назвать лишь пробным шаром для дальнейшего культурного сотрудничества и даже обменов музыкантами. По японской традиции, поскольку гости из страны восходящего солнца побывали в Южно-Сахалинске, теперь черед островных музыкантов. Кенконсул уже планирует организовать визит сахалинской делегации на сахалинской делегации.